В областном центре сегодня нет закона, регулирующего правила выгула собак в городской черте. От этого страдают как сами владельцы домашних животных, так и те, кто вынужден соседствовать рядом с ними. Проблему изучил наш корреспондент Владимир Рычагов. Собака всегда была символом любви и предности к человеку. Пес верно служит нам уже несколько тысяч лет. Однако недавно стал зреть конфликт. Общество разделилось на собачников и их противников. Первым негде гулять со своими питомцами, а вторым не нравится то, что общественные места города превращаются в овчарню. Один из центров жаркого конфликта – парк имени Ломоносова в областном центре, что рядом с Вологодским кладбищем. Парк здесь общий и для родителей с детьми, и для горожан с собаками. Главное яблоко раздора – детская площадка. Нас вызывают опасения, они лают. Они как бы, ну, конечно, хозяева их держат на поводках, но, тем не менее, дети все равно пугаются. Не все родители столь категоричны. Есть и те, у кого подобное соседство опасений не вызывает. Главное, чтобы собака была в наморднике и на поводке. Ну, что теперь сделать? Надо вместе совмещать. Приятно и полезно. Собакам тоже где-то гулять надо. По-первых, собаки тут гуляли, потом сделали уже детскую площадку. Пока ничего не было такого. Все собаки обычно с хозяевами, намордниками. Так что тут культурно все общаются. Собачники говорят, что они бы и рады гулять в специализированных местах. Но беда в том, что в Архангельске таковых нет и не предвидится. Местные хендлеры уже писали обращение в мэрию с просьбой оборудовать хотя бы одно место для прогулок с четвероногими питомцами. Люди готовы даже платить за это. Но муниципальные чиновники не ответили даже отпиской. Отвратительно, нам негде гулять совершенно. Вот видите, здесь же и дети, и тут же, в общем-то, и собаки. Они к нам тоже имеют претензию, что мы здесь гуляем, и собаки ваши здесь гуляют. Но мы опять-таки за собаками за своими убираем. Вторая беда – не все хозяева убирают за своими питомцами. Особенно ярко это видно, когда в городе тает снег. А тротуары и мостки превращаются в настоящие минные поля. Вот, покакал, убираю. Ольга Николаевна за своим речи убирает всегда. В кармане на каждой прогулке лежит приготовленный пакет. Пенсионерка не видит в этом ничего зазорного. А недавно побывав в Италии, она увидела, что для собак там сооружена настоящая инфраструктура. Урны есть, на каждом углу урны, на каждом шагу убирается все. Все, пакетик, нажал кнопку, раз, пакетик, взял, раз, обратно, все. А у нас вообще ничего нету. До 2012 года в регионе действовал областной закон, который предусматривал ответственность за выгул домашних животных в непредназначенных для этого местах. А это территории вблизи и на детских площадках, места у школ и детских садов, на площадях общественного пользования, многоквартирных домов и так далее. Два года назад Верховный суд отменил закон, ссылаясь на то, что все эти вопросы регулирует кодекс об административных правонарушениях. До 2012 года этот вопрос регулировался в том числе и нашим областным законом, где мы детализировали вопросы выгула домашних животных, места, где должно быть, вся процедура. И было предусмотрено в областном законе и ответственность административная, если эти правила нарушаются. Получается, уже два года регулирования всех вопросов, связанных с домашними животными, отдали на откуп муниципальным образованием. В нашем регионе перечень мест для выгула собак определен только в Коряжме. С сентября 2012 года статья 2.3 нарушение правил содержания собак и кошек исключено из областного закона об административных правонарушениях. Таким образом, привлечь к административной ответственности нарушителей правил содержания собак сотрудники полиции не имеют возможности. Вместе с тем, с данной категорией граждан регулярно проводятся профилактические беседы. Для сравнения в Кодексе Москвы об административных правонарушениях предусмотрены следующие санкции за неправильное обращение с животными. Содержание домашних животных в местах общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных домов. Штраф от 1 до 2 тысяч рублей. Загрязнение домашними животными мест общего пользования в многоквартирных домах, а также общественных мест, от 1 до 2 тысяч рублей. Нарушение правил выгула собаки и появление с ними без поводка и намордника. Штраф также от 1 до 2 тысяч рублей. Нападение домашнего животного на другое до 5 тысяч рублей. Порча животными чужого имущества – штраф до 3000 рублей. Здание за моей спиной – это мэрия города Архангельска. В ее пресс-службу мы и направили запрос, где попросили ответить, планируется ли в Архангельске оборудование специализированных мест для выгула собак. А если таковые есть, то ответить, где они находятся и почему о них никто не знает. Однако ответа мы не получили. Так что рассчитывать на то, что ситуация изменится в ближайшем будущем, скорее всего, не придется. Владимир Рычагов, Сергей Земских, Александр Кузнецов и Алексей Малаковский. Новости 24. Архангельск.